Друзья, приветствую всех на канале Atomand of Life. Сегодня я снимаю свое очередное видео. И сегодняшнее видео, следующее видео будет на тему детей. Как я имею ребенка, 10-летнего ребенка, и этот ребенок уже скоро войдет в подростковый возраст. Мне интересно изучить очень пикантную тему для родителей, у кого есть дети. Тем более, что у Глеба в этом году будут занятия по тому, что их будут учить, как правильно вести себя в ситуациях с девочками и не только с девочками. И если вам интересна эта тематика, то мы более подробно в течение двух видео разберем тему, касаемо детей. Что это за тема, вы узнаете в этом и в следующем также видео. Если вам интересно, смотрим это видео до конца и не забываем ставить лайки. Итак, тема сексуального воспитания детей в Германии распространена, и уже в начальных классах им преподают этот предмет сексуального воспитания. У Глеба уже был подобный рода урок, им только рассказывали о том, как могут проходить взаимоотношения между мальчиками и девочками, и как могут проходить взаимоотношения между мальчиками и мальчиками, девочками и девочками. Да, об этом здесь в Германии рассказывают. И может быть вам показаться странным или непонятным для вас, как могут вообще об этом говорить в школе. И именно поэтому я делаю сегодняшнее свое видео, в котором мы конкретно, подетально обговорим все вопросы, касаемые сексуального воспитания детей в Германии. В этом году у Глеба в школе будут опять же уроки сексуального воспитания, и им уже в этом году будут предоставлены материалы, в которых они могут изучить все более подробно. И как пошутила учительница на родительском собрании, детям будут предоставлены материалы, но если вы хотите, родители вы тоже можете посмотреть и чему-нибудь научиться там. То есть это была такая шутка со стороны учительницы. Также им будет показано в этом году, как пользоваться презервативами и что применять для того, чтобы не было нежелательного зачатия детей в их возрасте. А тема сегодняшнего видео у нас будет «С какого возраста разрешен секс в Германии?». Согласно Jugendschutzgesetz, это закон по защите детей, в Германии можно начинать заниматься сексом с 14 лет. Все те, кто меньше 14 лет, считаются детьми, и они защищены от насилия согласно этого закона. То есть, если один из партнеров уже 14-летний, а другой из партнеров не достиг этого возраста 14 лет, то, к сожалению, тот, кто занимается сексом несовершеннолетним, точнее, с тем человеком, с тем подростком, который не достиг 14-летнего возраста, может быть привлечен к уголовной ответственности, но не только к уголовной ответственности, а также к штрафу. Если подросток достиг 14 лет и хочет заняться сексом с таким же подростком, который достиг 14 лет, по обоюдному согласию, без удержания, без насилия, это можно делать здесь, в Германии, без каких-либо юридических дальнейших последствий. Если обоюдное согласие обоих партнеров, это можно делать, заниматься сексом. Что хочу я вам сказать. Если подросток еще не достиг 14-летнего возраста, а второй партнер достиг его, то тот партнер, у которого уже 14 лет исполнилось, не может также показывать своему второму партнеру, недостигшему 14 лет, какие-то определенные половые органы, не может мастурбировать перед ним напрямую, и также не может ласкать тело своего партнера, которому не исполнилось 14 лет. Это тоже привлекается к уголовной ответственности и к штрафу. Как я сказал, 14 лет уже все можно, все разрешено, но опять же есть определенные «но». Какие есть «но» на эту тему? Если подросток меньше 16 лет, а его партнер старше, чем 21 год, то им нежелательно вступать в контакт без какого-либо обоюдного согласия. Почему? Потому что подростки до своего 18-летия не могут определиться своей полной ориентации, как они себя предоставляют, представляют в этой жизни, и поэтому, если это приводит, как вам сказать, к тому, что это насильно производится, действие, секс, когда подростку меньше 16 лет, а другому партнеру больше 21 года, то это тоже преследуется по закону. Если подросток уже больше 16 лет, то он может это делать, но опять же по обоюдному согласию и без каких-либо юридических последствий на эту тему. Что еще можно рассказать по этому поводу? Также те подростки, которые не достигли 16 лет, не 14, то есть с 14 лет можно заниматься спокойно сексом с теми, кто у вашего возраста, с 14-летним, 15-летним, до 18 лет. То есть если вам 14, то вы можете спокойно заниматься сексом на добровольной основе со своими ровесниками, даже не до 18, а до 21 года. И это ни к чему не приведет со стороны юридической ответственности. Но если вы уже старше 16 лет, как я вам сказал, вы можете делать уже более дальше подробные шаги в этом направлении. Также здесь и говорится о том, в этом законе, что нельзя принуждать делать это тех, или знаете, как я скажу сейчас, это нельзя делать с теми подростками, если вы являетесь учителем, воспитателем, либо другим человеком, который занимается вашей воспитательной деятельностью. Если это будет то какой-то туристический лагерь, либо еще тому подобное, вы тоже не можете проводить действия сексуального характера, заниматься сексом с подростком, которому нет на данный момент 16 лет. По немецкому законодательству с 14 лет подросток считается половозрелым человеком, и может полностью, сколько угодно, когда угодно заниматься сексом, и также выбирать, с кем он хочет это делать. Главное дело, чтобы были определены те «но», о которых я вам говорил перед этим. Но, есть еще одно «но». если один из подростков, которому сегодня, допустим, исполняется 14 лет, вступит в контакт на сегодняшней вечеринке, то будет привлечен к ответственности уголовной тот человек, который вступил с ним в контакт, так как сегодня ему еще 13 лет, а вот если он это сделает завтра, не на вечеринке, тогда уже ничего не будет. Это самое интересное, да? Также есть еще одно «но». Если подростки до 18 лет, или вы вступаете в половой контакт, занимаетесь сексом, как взрослый с подростком, которому 17 лет, и при занятии сексом показываете ему порнофильм, то вы тоже можете быть привлечены к уголовной ответственности. Почему? Потому что вы распространяете порнографические материалы. И если даже два друга, две подруги, два подростка хотят заняться сексом и при этом смотрят порно-видео, и им нет 18 лет, то они могут оба привлечься к уголовной ответственности. Таково законодательство Германии. Сексом заниматься можно, порнофильм смотреть нельзя. Как-то так. Почему? Неизвестно. Но сексом заниматься можно. И даже можно допустить то, что если вам есть 16 лет, вы являетесь подростком, и вам 16 лет, вы можете заняться сексом с любым человеком любого возраста. Главное дело, чтобы это было, как я говорил, не по принуждению, а по добровольному согласию. Что самое интересное? Так как дети с 14 лет являются половозрелыми, имеют право заниматься сколько угодно, когда угодно и с кем угодно сексом, родители не могут вам запретить это делать. Самое интересное, да, это такое обращение к родителям. Я сам являюсь родителем. Я не смогу запретить своему ребенку, Глебу, когда ему в полный 14 лет, заниматься сексом вообще. Он может это делать, но я могу ему запретить это делать дома. Так как я являюсь я хозяином этой квартиры, и уже здесь вступают другие законодательства, я могу запретиться находиться определенному человеку в нашей квартире, которую мы снимаем, либо в нашем доме, в котором мы же проживаем. Это я могу сделать. Но, опять же есть но, они могут найти совсем другое место, и это делать в совсем другом месте. Но родители, еще раз повторяюсь, не могут запретить своему половозрелому ребенку с 14 лет заниматься сексом. Вы также не можете запретить своему ребенку заниматься сексом, с кем он и поучит. Да-да. То есть, что это означает? Это могут быть какие-то подростковые групповые оргии, это тоже может быть, это Германия, это разрешается. Это могут быть секс между мальчиками, это может быть секс между девочками, это тоже разрешается в Германии. То есть, секс между подростками в Германии разрешен с 14 лет. Вы скажете, как это так? И многие наши соотечественники не выдерживают как бы этого напряжения на своих детей, потому что мы с вами, и я в том числе, воспитан по-другому, нас воспитывали совсем по-другим принципам, нам говорили о другом, о семейных ценностях и тому подобное. Здесь Германия, здесь Европа, здесь есть какие-то определенные семейные ценности, но также здесь есть и другие ценности, которые соблюдаются. И разрешено проводить половые акты, секс с лицами своего пола. Об этом я вам расскажу в следующем своем видео, более подробно я узнал эту информацию более подробно. И мы с вами поговорим в следующем видео. Что еще интересно знать по поводу занятий сексом? Конечно же, если это нормальные взаимоотношения между девочкой и мальчиком, для того, чтобы не было недоброжелательных, как бы неожиданных детей после секса, то нужно предохраняться. Мы сейчас с вами поговорим о том, как могут предохраняться подростки, начиная с 14 лет. Покупать презервативы в магазинах в Германии разрешено детям любого возраста, абсолютно любого. С чем это связано? Это связано с тем, что ребенок, еще будучи ребенком до 14 лет, и входя в подростковый возраст, пубертет так называемый, должен уже подготавливаться и знать, как пользоваться средствами предохранения при сексе. И поэтому детям продаются презервативы в любом возрасте. Что касается девочек, если они хотят предохраняться при помощи таблеток, это тоже можно, но с 14 лет. Вы можете пойти к врачу, заявить ему, врачу, о том, что вам нужны таблетки для предохранения, и врач спокойно вам выпишет эти таблетки, и вы сможете заниматься сексом и предохраняться при помощи этих таблеток. Расскажет ли этот врач родителям о том, что вам выписал таблетки? Нет. Он не расскажет. Он не имеет права рассказывать о том, что вы делаете, так как вам уже 14 лет, подростку, девочке, и вы можете спокойно заниматься сексом, и вы хотите при этом предохраняться. Также вам врач порекомендует, осмотрит вас, естественно, девочку, и порекомендует вам, возможно, не только таблетки, но и другие методы предохранения. Какие? Думаю, что те, кто смотрит меня взрослые, уже знают более подробно, девушки, женщины. Это спирали и тому подобное. То есть, это тоже может прописать врач и сделать. И самое интересное, что если ребенок, а он будет застрахован в страховой компании медицинской, то все эти таблетки, все эти спирали будут абсолютно бесплатны. Не нужно за это вообще ничего платить. Это оплачивает медицинская страховка здесь, в Германии. За презерватив, к сожалению, платить нужно, потому что эта медицинская страховка не оплачивает. И поэтому в этом плане мальчикам, подросткам, более нужно будет потратиться для того, чтобы предохраняться при сексе. Что касается еще темы секса подростков в Германии. Как я сказал, для нас, для тех, кто приехал из России и из бывших советских стран, эта тема может казаться очень такой ужасной, как так, занятие сексом с 14 лет. Но хочу вам сказать, что в различных странах, в том числе и в России, секс разрешен официально с 16 лет, в Казахстане с 16 лет, в Украине с 16 лет, в Беларуси с 15 лет. Есть некоторые страны, которых разрешен секс, это самый максимальный возраст, который я нашел, 21 год, это Бахраид. 21 год там только можно заниматься официальным сексом. и в Южной Корее с 20 лет. Все остальные страны в среднем это с 14 до 18. 18 это мало где разрешено начало занятия сексом. В основном 14-16 лет, 15 лет. Японии 13 лет. Так что это нормальная позиция государства в этом плане, чтобы дать добро заниматься сексом подросткам, так как это тоже люди. Как я сказал, у меня тоже есть ребенок, которому уже в 2021 году в феврале исполняется 11 лет. И у нас остается 3 года для того, чтобы он сказал папа, у меня есть подруга, и мы хотим с ней позаниматься сексом. Могли бы вы покинуть помещение, дом, квартиру. Мы здесь побудем немножечко и как бы либо дай мне деньги, пожалуйста, на позервативы. Такое тоже может быть. Я это не исключаю. И к этому отношусь совершенно спокойно. И думаю, что правильно делает государство в этом плане. Что проводят определенные уроки сексуального воспитания в младших классах. Во втором классе уже был у нас урок сексуального воспитания. Сейчас урок сексуального воспитания с подробными показаниями, как все это делать. Также очень хорошо думаю, что в Германии разъясняется тема геев и лесбиянок. То есть эта тема тоже рассматривается. Но мы об этом, как я говорил, уже поговорим в следующем видео более подробно. И напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к этому. Как вы относитесь к тому, что ваш ребенок, когда достигнет 14 лет, начнет встречаться с такого же возраста подростком и заниматься сексом. И как вы посмотрите на это. Мне очень интересно это знать. Если вам это видео было интересным, как всегда, ставим лайки. В следующем видео поговорим про геев и лесбиянок среди подростков. И не забываем подписываться на канал ArtPomoneOfLife. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. Смотрите мои новые видео и без байт. Чувус!